Машина на боку перегородила половину проезжей части. В медленном потоке автомобилисты могли в деталях рассмотреть днище японской иномарки. За ней выстрелилось еще несколько автомобилей, все участники. Один из водителей рассказал, японский внедорожник вдруг заметался из стороны в сторону. Водители, что ехали сзади, попытались избежать столкновения. И действительно, Сузуки никто не задел, зато между собой машины все же столкнулись. Ехал впереди вот этот автомобиль Сузуки Джимми, за ней еще 99-я. Ну, я так понимаю, он не справился с управлением. Я думаю, что сделал для себя определенный вывод и урок этот водитель. Вот, мы успели затормозить, но, к сожалению, вот Рено, да, максимально старался уйти от столкновения. Но, тем не менее, в общем-то, ударил. Вот теперь ожидаем. Итого, Сузуки на боку, еще две иномарки Рено и Ауди с механическими повреждениями. Водителю японской иномарки пришлось выбираться из салона через пассажирскую дверь. Благо, не пострадал. По словам мужчины, его занесло. Этому якобы способствовал другой водитель, который подрезал Сузуки и уехал. Ну, меня занесло. У меня там одна машина подрезала. Я никого езжу не занял. Нет. Кто подрезал? Да, я не езжу. Кто говорит, в общем, поворот. Вычешено, хоть и было, и все, да, но, тем не менее, в общем. С несоблюдением условий движения. И я думаю, что по неопытности больше. По схеме аварии участники разобрались, но новая проблема, как поставить машину в ее естественное положение. В этом случае, даже если водитель Сузуки спровоцировал аварию, автомобилистам из двух других машин, скорее всего, придется разбираться самим. Татьяна Перевозчикова, Анна Моисеева, Сергей Ботов, экипаж, хроника происшествий.